Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую в Канаде! Всех приветствую на моем канале! Сегодня я буду вам показывать подарки, которые я купила для своей сестры, для ее нового дома. Ну, не совсем нового, но это для них новый дом. Они в него переехали недавно. Я, когда ходила по Хомсенсу и показывала вам всякие вещи для дома, я вам говорила, что я еду в Нью-Йорк. Вернее, уже не в Нью-Йорк, это уже штат Нью-Джерси. Они переехали из Бруклина в Нью-Йорке в Нью-Джерси. И поскольку я еду первый раз к ним туда, в этот новый дом, то я считаю своим долгом, ну и вообще с удовольствием привезу что-то ей в подарок для дома. Потому что это типа новоселье, не совсем новоселье, но во всяком случае что-то, что когда вы первый раз идете кому-то в новый дом или новую квартиру, у нас так принято нести какой-нибудь подарок для дома. Вазочку, кастрюлю, полотенце, в общем, постель. Все, что вы считаете нужным для людей, которым вы идете. Я тогда ходила по магазину и вам рассказывала, что я ищу. Я вам кое-что показала, что есть в этом магазине. Я кое-что из того, что я вам показывала, я купила. И поэтому буду вам сейчас показывать. Вот здесь вот лежат эти вещи. Это не потому, что у меня здесь бардак, это потому, что я приготовила эти вещи для того, чтобы вам показывать. И еще я купила там какую-то одежду для детей, немножко игрушек. В принципе, я не знаю, буду ли я вам показывать. Я не думаю, что вам интересны детские игрушки. Может быть, одежки покажу парочку, которые я купила, потому что там это внуки моей сестры. Они практически в отсутствии собственных внуков. Я их считаю почти что своими внуками, потому что дети моей сестры. У нас прекрасное отношение с моей сестрой. Ее дети это как мои дети, поэтому ее внуки это практически мои внуки. Я каждый раз, когда еду, я просто горю нетерпением от встречи с этими детками. Там девочка 4-х лет и мальчик 2-х. В общем, прекрасные маленькие дети. Давайте я начну с того, что я им купила. Я им всегда еду, покупаю чемоданы, одежды. Когда еду на машине, когда я лечу самолетом, это проблема, потому что в самолет много не увезешь. Я покупаю, конечно, какие-то подарки, игрушки, но это очень проблематично. А сейчас мы едем на машине, поэтому я могу взять с собой все, что я хочу и сколько я хочу. Я в этот раз купила мало одежек, потому что мне сестра сражаясь заметила привозить чемодан одежды этим детям. У них все есть, и я всегда покупаю много. Поэтому в этот раз я вот купила мальчишечке, это Кельвин Кляйн, костюмчик, рубашка такая и брюки. И стоил он не 30 долларов, а в Кельвин Кляйн он стоил 55. Это я покупала в этом нашем магазине, который, в общем, как американский Тичи Макс. У нас он называется Виннерс, и там есть одежда, и есть все для дома, то, что секция для дома называется Хомсенс. Так вот, это вот в нашем вот этом Тичи Максе канадском вещи намного дешевле, чем, скажем, в магазине. Вот если в магазине Кельвин Кляйн этот костюм стоит 55, то я купила его за 30 долларов, что, в принципе, очень классно, я считаю. И вот такое вот, такое платье для девочки, ей 4 года, она совершеннейшая принцесса у нас. Вот, ну, вы знаете, есть девочки, рождаются, вот ее мама, например, моя племянница, она родилась, по-английски называется Томбой. Она с детства была как мальчишка, она стриглась коротко, она носила все черное, коричневое, синее. Мы очень с моим детством волновались, почему у нас такая девочка растет. Причем она единственная девочка, у нас все сыновья, у меня три сына, у моей сестры еще сын и дочка, вот этот старший, потом пошли мальчишки. И вот она росла единственной девочкой среди 4 наших детей, и она была как пацан, она совершенно, она не играла с куклами, она, ну, в общем, такая была девчонка, ну, все, нормально с ней, она вышла замуж, родила детей, все хорошо. Единственное, что она по-прежнему любит очень такую, знаете, сдержанную одежду, минимализм, вот прямо это ее все. И ее дочка, которая родилась, которой 4 года, это абсолютная противоположность, мы все время смеемся, что она родилась в противовес, как бы, у моей племянницы, потому что она любит все розовое, все в цветочках, у нее какие-то миллион корон, она носит только платье, она не любит джинсы. Она даже может надеть, ну, знаете, зимой вот я отправляю в детский сад, племянница надевает ей джинсы, там, свитер какой-то, потому что на улице холодно, она сверху надевает летнее платье розовое с оборочками, значит, чтобы это все юбочка, чтобы она вот так вот вертелась. В общем, короче, малая, абсолютная такая, знаете, Барби, принцесса Барби, вот, и поэтому я вот ей покупаю каждый раз какое-нибудь платье, в этот раз я купила вот такое симпатичное, знаете, это такое трикотажное платьице, юбка в цветочек, верх такой вот резинкой вязаный, здесь воротничок, и вот такой вот ободок на голову с бантиком. Я думаю, что она будет счастлива, потому что это то, что она любит и страстно обожает. Игрушки показывать не буду, я вас уберегу от этого ужаса. Давайте я вам покажу то, что я купила и для моей сестры в дом ее. Вы, наверное, помните, я крутила-вертела вот эти вот бокалы в руках, и я таких купила, причем я купила две коробки, потому что здесь шесть штук, значит, две, чтобы у нее был набор из двенадцати штук, чтобы уже был как бы на все случаи, если будет много друг гостей, значит, стоят они девятнадцать долларов. Это вот такие вот бокалы шикарные, мне они очень нравятся, я прямо, знаете, стала думать, может быть, купить их себе, потому что они такие классные. Во-первых, это богемское стекло, видите, вот здесь написано, что это боемен, 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 я плохо вижу. В общем, чешское богемское стекло, причем они сделаны в Чехословаке. Я вообще хочу сказать, что несмотря на то, что все Китай, Китай, везде Китай, я должна сказать, что в этих наших магазинах, которые, в общем-то, аутлеты, это такой, ну, ну, в общем, типа аутлеты, магазины, можно купить очень много хороших вещей, которые вообще не Китай. Вот, например, эти бокалы, они сделаны в Чехословакии, на самом деле, чешские бокалы богемского стекла, прекрасно, такой красивой формы. Посмотрите, у него очень красивая ножка, такая, с таким хрустальным шариком, и вот такой вот интересной формы. Я не знаю, надеюсь, что вам видно, я на фоне себя буду показывать, на фоне черного платья вам будет лучше видно. Видите, какой расширяющейся формы сам бокал? Вот такая вот ножка граненая. В общем, очень симпатичные бокалы. Стоят 6 штук богемского стекла. Всего лишь 20 долларов. Я купила две коробки, чтобы у него было их 12. Очень довольна и, опять же, повторюсь, прям, думаю, вернуться и купить для себя такие. Это для вина, потому что я не хотела, даже здесь написано, что это бокалы для красного вина. Я не хотела покупать какие-то для шампанского, потому что это редко, реже используется. Вот для вина бокалы, они используются намного чаще и намного больше. Больше для них будет юсач, как у нас это называется. Блюдо. Я тоже вам показывала, я тоже его крутила в руках, когда я бродила по магазинам. Мне оно ужасно понравилось. Стоит оно 25 долларов, и это сделано в Италии. Прямо вот ручная роспись сделана в Италии. Вот здесь написано, если вы видите, что это made in it, сделано в Италии. Опять же, ничего не китайское, ничего, и ручная роспись. Вот такое вот красивое блюдо. Да, и здесь написано, что его можно ставить и в посудомойку, и в микроволновку. В общем, абсолютно все, что угодно. Вот такое вот красивое блюдо. Дело в том, что моя сестра кулинарка, очень хозяйственная женщина, в отличие от меня. Она прекрасно готовит. И у нее очень часто гости. Тем более, что сейчас она живет рядом со своими детьми. То есть с дочкой, с ее мужем, со своими внуками. И они постоянно ходят друг к другу в гости. Те ужинают у этих, эти у этих. В общем, короче говоря, у нее все время сейчас какие-то гости. И она все время что-то готовит. Она очень любит готовиться. У нее прекрасный талант, я считаю. Я даже когда-то ее подбивала открыть ютуб-канал кулинарный. Но она не такая артистка и кривляка, как я. Поэтому она отказалась. И она любит это дело. Знаете, она делает это с удовольствием. Все время выискивает какие-то новые рецепты. У нас даже есть в семье такая шутка. Поскольку у меня на работе все знают, что я очень часто езжу в Нью-Йорк. Что у меня там живет семья. И меня все, кто на работе, многие, которые на работе у нас, люди, ехали в Нью-Йорк. Они спрашивали меня, где в Нью-Йорке можно вкусно поесть. Что я им посоветую. На что я всегда шутливо отвечала, что самое лучшее место для поесть в Нью-Йорке – это кухня моей сестры. Ну, это была шутка. Я там пыталась что-то рассказать, донести, объяснить и так далее. Где мы были и где мы кушали. Но это известная, так сказать, шутка по поводу кухни моей сестры. Поэтому вот она действительно прекрасно готовит. У нее действительно гости часто. И вот такое блюдо, на которое можно что-то положить. Какую-то там рыбу, курицу, мясо, овощи. В общем, красиво подать. Я думаю, что оно и пригодится. Следующий подарок – это вот такой вот плед. Это плед, который тоже сделан в Италии. Вот, посмотрите, здесь написано. Белым по-черному, черным по-белому. 100% сделано в Италии. Как будто бы, может быть, сделано 50% в 50%. Так странно написано. Но, тем не менее, он прям приделан к этой вешалке. Я не хочу его снимать. Я уже потом она сама его распакует. Стоил он 29,99 наших канадских 30 долларов. Состав у него, как ни странно, хлопок. Здесь есть его, сейчас, 70% хлопок и 25% акрил. А, и 5% полиэстер. Ну, в общем, короче, он в основном сделан из хлопка. Хотя, на ощупь он как будто бы такой вот, как шерстяной плед. Для меня это было странно. Но то, что написано, то написано. И прямо все такое итальянское. Я не думаю, что там написано что-то, чем оно не является. Значит, написано, что его сделали в городе... Пистоя. Город Пистоя. Есть такой город, девочки, из Италии. Пистоя. Ну, написано так. И вот такой вот бренд. Вот такой. Видите? Кожаная такая, лейбл прям пришита такая, прикольная, да? И он довольно большой, но тонкий. Он сложен просто во много-много слоев. И он немножко даже где-то напоминает шарф. В принципе, его можно, мне кажется, если так носить, как шарф. Не просто как плед для дома, там сидеть у телевизора на диване, завернуться в него, но, в принципе, и как шарф. Накинуть на себя и в нем куда-то даже выйти или сидеть в нем. Вот эти мне, ну, он понравился, что он тоненький, но большой. Его можно использовать как плед и как шарф. Как вы видите, здесь лежат две подушки. Их две. Я купила ей. У нее серый диван. И я поэтому вот все купила такой серый. Может, не надо было. Но она такая, она не любит яркое цветное. Как раз она очень любит все такое, знаете, базовых цветов. Значит, эти подушки, вот они сделаны в Китае. И все остальное такое итальянское, там, чешское. А вот подушки сделаны в Китае, но при этом это фирма компания Акс. Вы видите, это та же компания, которая делает всем известные сапоги Уги. У них есть какая-то хоум-линейка, значит, в которой они делают постельное белье. Вот подушки, пледы, по-моему, тоже делают. Вот, в общем, короче, мне они очень понравились. Во-первых, цветом, расцветкой, формой. Они такие мягкие. Посмотрите, зимой вот так вот сесть, обнять эту подушечку. Что еще надо? С обратной стороны она такая бархатная. Все, это снимается. Здесь есть замок. Можно вынуть и, видимо, постирать или в химчистку. Я не знаю, честно говоря, я не думаю, они такие не марки. Ну, вот, за исключением белых вот этих вот кусков. Значит, вот, видите, это бренд Акс. Стоила она 40 долларов каждая, значит, подушка. Я купила две, чтобы был у нее комплект. И, как всегда, я слепая. Мне, наверное, нужно лупу заводить, потому что я ничего не вижу. Значит, сделано... Написано, что сделаны они в Китае, но сама подушка, вот, наполнитель для подушки, это навыка, а там внутри подушка с наполнителем. В ней пух и перо. То есть она из натурального материала. А сама вот эта подуха сделана. Сейчас я прочитаю. Может быть, я попробую разобрать. Возьму второй телефон и включу лупу. Ой, девочки, старость не радость. Не вижу ничего. Ничего не вижу, ничего не слышу. Так, давайте читать, что здесь написано. Ну, в общем, короче, долго я, долго читала, долго я читала. И сама вот это вот все, вот эта синтетика. Но внутри подушка, сама подушка сделана из хлопка и наполнена пухом и пером. То есть наполнитель не синтетический. Но она бесподобная, приятная. Очень мне нравится. Мне кажется, что вот долгими зимними вечерами сидеть с ней и держать ее и гладить. Я прямо сама отстаю, наглаживаю ее эту подуху. В общем, короче, мне она очень понравилась. Стоит она не очень дешево. Сорок долларов. Это не так уже, чтобы бюджетно. Но, в принципе, ну, она как бы фирменная, все дела, да. Единственное, что, тем не менее, как ни странно, самая такая фирменная вещь, она сделана в Китае. А вот эти все неизвестные бренды, они сделаны, что в Италии, что в Чехии. В общем, как-то так. Вот. На сегодняшний день это все. Возможно, что я еще что-то докуплю. Я пока еще не решила. Потому что я вот пошла в магазин, увидела, там купила эти одежки, игрушки, там вот это вот для дома все. И, возможно, еще что-то я приобрету. Но, не знаю точно, у меня осталось мало времени. Скорее всего, когда вы будете смотреть это видео, я уже вернусь. Потому что у меня еще много есть видео снятых про френдшую поездку. А может, еще нет. Я не знаю, в каком порядке я буду выкладывать. Скорее всего, что его я выложу после того, как я выложу видео о том, как я делаю шопинг в этом магазине. И там же снимаю. Я сказала, что я обязательно сниму и покажу вам, что я купила. Вот, показываю. Все, дорогие мои друзья. Видео не очень длинное, потому что подарков мало. Вот. Но у меня тут еще гора игрушек. Поэтому, в принципе, я как бы... Машина будет полная. Багажник будет заполнен. Вот. А на сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Я сама люблю такие видеораспаковок, показывать подарков. Кто кому что купил, кто кому что везет. И все, дорогие друзья. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok.